В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха сегодня по-летнему солнечно и тепло. Самое время кататься на велосипеде и вспоминать о правилах поведения на дорогах. Сегодня у нас будет проходить инструктаж по мерам безопасности, правильному движению на двухколесном транспорте. То есть, таким образом мы символически открываем велосезон в Одинцовском муниципальном районе. Мы будем проводить инструктаж, как правильно себя вести при движении на дорогах. Эти мальчишки и девчонки – воспитанники Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва. Им уже не терпится начать заезд, но сначала беседа с автоинспекторами. Хочу вас поздравить с таким прекрасным днем и с началом велосезона, правильно? Вы велосипедисты, я вас с этим поздравляю. Скажите, пожалуйста, вопросы буду задавать. Как можно передвигаться на двухколесном транспорте по проезжей части дороги? Со скольки лет? Пожалуйста, с 14 лет. Инспекторы напомнили, что до 14 лет кататься можно только во дворах, парках, по велодорожкам и на специальных площадках. Детям также раздали информационные материалы. Такие вот брошюрки, как правильно себя вести, это от велосипеда до автомобиля. Это как раз для вас. Вы изучите это все и будете соблюдать правила дорожного движения. Согласны? Эти юные велосипедисты отлично знают правила безопасной езды. Они постоянно повторяют их с тренером. На каждой тренировке и после тренировки всегда идет инструктаж, как переходить дорогу. Переходить надо велосипед везти рядом. На велосипеде мы не едем, потому что велосипед детям объясняет, что это все-таки транспорт. И так коротко. По пешеходке, если едет группа, то мы едем по одному человеку, как говорится, колонной друг за другом, чтобы не мешать пешеходам. Дети у нас всегда ездят в экипировке. Без экипировки мы на тренировки не выезжаем. Экипировка у нас служит в данный момент шлем. В 2017 году на территории обслуживания ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России Одинцовское произошло 186 ДТП, из них 17 с двухколесным транспортом. Три человека, в том числе один ребенок, погибли. Все погибшие были без шлемов и экипировки. Родители, уважаемые взрослые, если вы купили ребенку велосипед, скутер, это дорогие игрушки, пожалуйста, приобретите ему защитную экипировку. Ведь ребенок – это самое главное, что у нас есть в жизни. В ГИБДД считают, что учить детей правильному поведению на дороге необходимо как можно раньше. Только так ребята смогут стать ответственными взрослыми.